Жизнь вокруг нас меняется стремительно, и множество дорожных указателей со временем потеряли свою актуальность. Таллин планирует постепенно убирать те указатели, которые засоряют городское пространство, отвлекают внимание участников движения и стали бесполезными в цифровую эпоху. Приведение в порядок городского пространства в первую очередь коснется знаков с названием фирм. Надо убрать те знаки, которые уже неактуальны. Очень много предприятий заканчивают свое существование и так далее, и так далее. И я думаю, что за определенное время очень целесообразно рассматривать, что у нас в городском пространстве существует, потому что едешь, гуляешь, голова гружится, слишком много уже всего стало. Таллин более не планирует установку указателей фирм, а ликвидация старых будет проходить постепенно, в том числе и в ходе ремонта дорог. На сегодняшний день уже убраны старые указатели местоположения фирм Скадо-Катея. В некоторых других местах города указатели по-прежнему развешаны рядом в избыточном количестве, что нарушает визуальный облик улиц, поэтому требуется системный подход. Ситуация в разных частях Таллина отличается. В Мустаме работает немало подприятий. Поэтому здесь эта проблема актуальна. Другие части города также занимаются этой проблемой. Ведь и в Ласнаме, и, к примеру, в Хаберсте также работают разные фирмы и предприятия. На столбах останутся только указатели направления к важным общественным учреждениям или пунктам назначения. Однако знаков с названиями фирм постепенно на улицах Таллина станет гораздо меньше. Все знаки, которые дают истинную информацию, которые облегчают найти какое-то либо предприятие, услугу, контору, магазин и так далее. Потому что желаем мы или не желаем, но экономика имеет, конечно, в нашей жизни очень важную суть. И разные услуги тоже. Сегодня все важные пункты назначения уже давно можно найти по адресу в популярных приложениях, таких как Waze или Google Maps. Поэтому необходимость в дорожных указателях резко уменьшилась. Илья Баньк, Юли Маристе, Роман Васильев, Новости Таллина.